Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Конечно, это был борец в тяжелом весе, в тяжелом весе, неуемного таланта. Откуда все это? Когда пришел заниматься, он был маленьким. И технику он получил ту, которая свойственна маленьким легковесам. Хорошую технику. И потихоньку он переходил с одной весовой категории в другую. И когда он дорос до тяжелого веса, у него был мощный арсенал технический. Он делал то, что для тяжеловесов немыслимо. И быстрый, и техничный. И отвечал. И контрприемы в совершенстве владел. И атакой. Ну, чем угодно. Понимаете, он был широкого спектра. Ну, нет у нас таких тяжеловесов сегодня. У каждого поколения свои кумиры. Для этих челябинских ребятишек имена земляков – Веричев, Макаров, Битанов, Степкин – кажутся легендой. Они, конечно, мечтают о турнирах, победах, медалях. Но как сегодня разобрать, кто из них станет настоящим мастером джудо? Победителем, чемпионом. А для кого спорт так и останется просто увлечением? Найдется ли в их жизни человек – учитель, способный разглядеть талант, открыть тайны искусства джудо, научить трудиться? В жизни Григория Веричева такой человек нашелся. Гриша родился и вырос в Кунгуре, Пермской области. Был самым большим и сильным в классе. Как и все кунгурские пацаны, бегал на речку, сылывал ловить рыбу, играл в футбол, ходил на лыжах. А когда семья переехала в Свердловск, он вместе с друзьями записался в секцию самбо завода «Уралмаш». Все, как один мальчишки, у нас записались в борьбу. Когда они джудо, тогда самбо у нас было. Джудо не было официальной такой борьбы. Ну, естественно, я тоже записался. Ну, и так получилось, что я-то остался. А кто раньше меня записался, все мои одноклассники, они бросили. Так, в общем-то, вот и получилось, что я в этой борьбе так понравился мне этот вид спорта. Борьба так и остался в ней до сегодняшнего дня. Возможно, Григорий Веричев так и остался бы неплохим самбистом, если бы не джудо. Это было начало 70-х, и многие тогда увлеклись японской борьбой, ставшей олимпийским видом спорта. Однако специалистов джудо в стране было еще очень мало. И Григорий после окончания школы отправляется в Челябинск к знаменитому тренеру Харису Юсупову. Его приняли, и это была большая удача. Случай, судьба. Как бы там ни было, жизнь свела выдающегося тренера и не менее выдающегося ученика. Так началось восхождение Григория Веричева к вершинам спорта. А Грище, он самостоятельный был. Он... Он... Его... Его не надо там подгонять. Он... Он сам самостоятельный был парень. Во-первых. Во-вторых, он физически... Он... Нет у него таких данных. Он просто за счет работы, за счет труда выигрывал. Это были годы сумасшедшей работы. Челябинская школа джудо поставляла в сборную СССР прекрасных мастеров. Юрий Битанов, Борис Шунькин, Виктор Масейчук, Сергей Горичев, Геннадий Ившин. Юсупов буквально штамповал борцов высокого класса. И юный Веричев оказался в атмосфере успеха и побед. Он был еще молодым, не оперившимся еще пацаном. Вот я его все учил, показывал, всему всему. Смотрю, растет парень. Не поднима по часам. И в какой-то момент, я смотрю, он уже на пятки наступает. Самые дерзкие мечты уже не казались ему нереальными. Всего можно было добиться, нужно было просто поставить себе цель и тренироваться. Ему исполнился всего 21 год. Он реальный кандидат на участие в Московской Олимпиаде. Но Веричева не включают в Олимпийскую сборную СССР. Не беда. Он полон оптимизма и планов. Все еще впереди. Энергии хватало на все. Соревнования, тренировки, сборы, семья. Григорий в это время стал счастливым отцом. И решил, что сын Артем непременно должен быть дзюдоистом. Он меня постоянно брал с тобой. С 4-х лет он меня начал вратить с тобой везде на сборы, на соревнования. 4 года с ним поехал в Кишинев, в Киев. В 18-м Союзе был в 82-м году. В Кишиневе я ездил. Когда он выиграл, его объявили на педестал почета. И я, видимо, услышал, и вместо него забежал на этот педестал наверх. И все засмеялись, захлопали. Я и застеснялся, что убежал. Чаще всего он побеждал. Но были и поражения. Схватки, которые он помнил всю жизнь. 1981 год. Чемпионат мира в голландском Маастрихе. Главные претенденты на победу в тяжелом весе наш Григорий Веричев и Ясухира Ямасита, Япония. Обоим по 24 года. Ямасита уже чемпион мира 79-го года. Веричев чемпион Европы 81-го. Японского тяжеловеса называли чемпионом чемпионом, гением дзюдо. Легко играющий Ясухира расправлялся со всеми своими соперниками. Впереди был финал с Веричевой. У подножья Фудзиямы в Токайском университете находится одна из лучших в Японии школ дзюдо. Здесь сегодня работает и живет Ясухира Ямасита. Первым русским борцом, с которым мне довелось встретиться, был как раз Григорий Веричев. Рассказывает Ямасита. Это было еще до нашей встречи на чемпионате мира. Мы встретились в Москве. Григорий был очень сильным дзюдоистом. И я считал его своим главным соперником. Жаль, что на татаме нам удалось встретиться только один раз. Короткие фрагменты того памятного поединка, предоставленные нашими японскими коллегами, конечно, не отражают всего напряжения борьбы. Схватка длилась тогда 7 минут, и почти 5 из них борьба была равной. Ямасита сохранял силы на концовку. Григорий проводит неподготовленную атаку и оказывается в партере. Вот тут-то Ямасита не упустил своего шанса. Вырваться из его железных объятий было уже невозможно. Удержание – чистая победа японцев. Да, это была их единственная схватка. Оба продолжали еще долго и успешно выступать, но жребий больше их не сводил. И Ямасита остался единственным человеком, у которого Григорий Веричев так и не выиграл. Но кроме серебряной медали Чемпионата мира 1981 года, Веричев приобрел бесценный опыт, который еще не раз пригождался ему в жизни. С начала 80-х Веричев прочно закрепляется в основном составе сборной СССР. Мало того, его выбирают капитаном команды, которая под руководством тренера Геннадия Калеткина начинает подготовку к Олимпийским играм 1984 года. В Европе в это время Григорию Веричеву не было равных. Он одерживает блестящие победы над всеми сильнейшими джудаистами мира, выигрывает крупнейшие международные турниры, вновь становится чемпионом континента и в качестве капитана приводит сборную к победам в командных чемпионатах. Если говорить о команде, то это был человек, выступающий на любых соревнованиях. Когда мы выступали, мы знали, что мы 1-0 ведем. То есть Гриша был такой забойщик, который всегда давал результат. Я говорю всегда, может быть, не всегда это было первое место, но результат был всегда. Он был лидер, за которым шла команда. Может быть, это как раз то качество, которое ему помешало в жизни, потому что когда он вышел в жизнь, там другие качества нужны. Потому что он всегда думал то, что он говорит. Он всегда старался отстоять свою позицию или позицию команды. Он мог пойти в тренерскую талитику и доказывать. Не просто говорить, а доказывать позицию эту. И в жизни так считали. Кто знает, как бы сложилась жизнь Григория Веричева и многих других ведущих советских спортсменов, если бы они участвовали в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе. Возможно, именно тогда из-за политики Веричев лишился звания олимпийского чемпиона. Он был готов как никогда. У каждого спортсмена выступление на Бельцикле – это праздник большой. Ну, я не буду никого винить, но первую олимпиаду нас отобрало наше правительство. Когда в 84-м году, и просто зале отменили. Конечно, там сделали «Дружбу 84» и переравняли как бы к Олимпиаде. И ордена давали за эти соревнования, и премии, как и на Олимпийских играх. Но понимаете, про Олимпиаду все помнят, а про «Дружбу 84» уже все забыли давно, через год после этого турнира. Все равно это не Олимпийские игры. Впереди новое четырехлетие, новый Олимпийский цикл. Ему уже 28, а мечта бороться на Олимпиаде так и остается мечтой. Чтобы попасть на следующие Олимпийские игры 88-го года, нужно снова и снова доказывать, что ты в строю, что готов и можешь побеждать. В 85-м в Сеуле он вновь предпринимает попытку стать чемпионом мира. Однако на пути к золотой медали встает Сайто, заменивший в сборной Японии Ямасито, и ставший олимпийским чемпионом Лос-Анджелеса. Психологически Сайто чувствует себя очень уверенно, что не замедлило сказаться. Веричев проигрывает японцу вчистую, но, как всегда, не остается без медали. На этот раз бронзов. Гриша считал очень хорошо. Он просчитывал своих соперников. То есть, если он кому-то попадал на что-то, он уже второй ошибки никогда такой не делал. Он всегда их считал. Головой боролся больше, чем телом. Так можно сказать. Поражение от Сайто только подстегивает Григория. Ровно через год сборная СССР едет на традиционный турнир в знаменитой Кадакан в Токио, где ему предстоит новая встреча с Сайто. Там очень ценится командная операция. Стенка на стенку нас вызывается. И мы в финале боролись с Японией. Там такой рез Сайто. Он двукратный репетчемпион. Но я у него постоянно, мы с ним были партнеры. Так не партнеры, а соперники. И вот когда до того, честавший тренер Сато сказал, что если Япония проиграет эту встречу, то я здесь сделаю харакири. И вот как раз я вышел бороться с ним, моя схватка решала все. Мы или первые, или вторые. Ну, получилось так, что я бросил, дали мне, потом остановили схватку, отменили, дали ему движение. Он выигрывает, Япония выигрывает. Все. И вот тут недавно, через 8 лет после этого, в 1994, по-моему, году, японцы приехали, вот эту схватку показали. И передо мной извинились, что все-таки мой бросок был в Азаре Япон, а не Сайто. Но харакири не произошло. В 1987-м, к Веричеву, наконец, приходит настоящий большой успех. Это случилось на чемпионате мира в немецком Эссене. Прояд чисто все предварительные схватки, в финале Григорий встретился с египетским гигантом Рашван. Несмотря на то, что его соперник выше и значительно тяжелей, именно Григорий диктует ему свои условия. Он демонстрирует великолепную технику борьбы. И все попытки египтянина что-то предпринять обречены на провал. И в итоге судьи без тени сомнения присуждают победу советскому спортсмену. После своих побед Григорием Веричем становится весьма заметной фигурой не только в мире спорта, но и у себя на родине. В Черябинске возникают новые секции. Сотни ребят хотят заниматься дзюдо и быть похожими на Веричева. По популярности его можно сравнить разве что с прославленной уральской молнией, непревзойденной олимпийской чемпионкой по конькам Лидией Скоблик. Веричев – непременный участник всех праздников, парадов, торжественных заседаний. Он частый гость на челябинском телевидении. Поэты посвящают ему стихотворения. Но хорошо известна спортивная истина. Трудно стать чемпионом. Еще трудней отстоять это звание. В Олимпийский Сеул Григорий Веричев приезжает с боевым настроем. Прямой репортаж с Олимпийских игр тогда вели комментатор-пингист Сулханишвили и заслуженный тренер СССР Анатолий Хмелев. Вот короткие фрагменты этой трансляции. В Сеуле финиширует Олимпийский турнир дзюдоистов. На татаме советский борец Григорий Веричев и представитель Югославии Кусмик. Вот видите, как он где упирается, так как от Веричева не идет. Вот Веричев проводит свой коронный прием, бросок через грудь. По-моему, успешно проходит Григорий Веричев первый круг. Да, да, он уже остановился, уже понял, что можно сохранить силы для следующего поединка. Григорий Веричев, Батман и Ампу Батердене из Монгольской Народной Республики. С отрывом, на спину, я думаю, дадут ипон. Нет, дали Вазари. Но это большая оценка, и я думаю, что Григорий с его опытом он уже Вазари не отдаст. В его активе Вазари. Еще Вазари. В победе еще Вазари. И все. Григорий Веричев одолевает дзюдоиста из Монгольской Народной Республики. Вот и выходит следующий круг соревнований. Психологический груз, который, наверное, испытывали в течение всего сегодняшнего дня оба борца, он должен был улетучиться по всем показателям, так как в финал они не попали. И, может быть, сейчас Веричев наконец раскроется и покажет, на что он способен. Потому что полуфинальную схватку с Генри Штором он, мне кажется, провел из рук вон плохо. Да. Два Юко на табло. Да, четыре пронзовые награды, может сказать, четыре. Одна серебряная. И одна серебряная у Владимира Шестакова. Веричев завоевывает бронзовую медаль Олимпиады. Ну, наверное, она, конечно, украсит коллекцию чемпиона мира 87-го года. Зимой 2006 года в однокомнатной квартире Григория Владимировича в Челябинске раздался звонок. В гости к легендарному борцу пришли ребята одной из детских школ дзюдо имени Веричева. Уже давно у него не было таких встреч. Последнее время он по большей части был дома один. Как он обрадовался этим гостям, как оживился, как был приветлив и радушен. Шутил, улыбался, показывал ребятам свою коллекцию медалей и призов. Много и возбужденно рассказывал о той своей славной спортивной жизни, о турнирах и схватках, о великих борцах и сражениях на татаме. О своих путешествиях по миру. И о том, как уже после дзюдо он два года выступал в Японии в боях без правил. Ребята внимательно слушали своего кумира, восхищенно рассматривали золотые и серебряные бронзовые медали. В эти минуты он был почти такой же, как прежде. Тот же уверенный в себе Григорий Веричев, чемпион мира, капитан сборной. Он словно вычеркнул из жизни все, что было после спорта. И только близкие к Григорию люди знали истинное положение вещей. Знали, что Веричев давно и серьезно болен. Что после того, как закончилась спортивная карьера, он так и не смог обрести себя в другом мире. И что разрушились сначала одна семья, потом другая. И в итоге он остался один в своей однокомнатной квартире. По сути дела, только друзья и знали об этом. Сам он никогда и никому не жаловался на жизнь, пытаясь найти утешение совсем в другом. А со мной беседуют. Харис Михайлович, разве я пью? Да что у меня стакан водки в день? Как это стакан водки? Это 50 грамм достаточно для того, чтобы, понимаете, алкоголиком стать. Вот где-то эту грань, когда он перешагнул, и я, и ребят все упустили. Хотя много было попыток, мы пытались что-то, вот, ну не смогли. И еще нужно Гришу было знать, это у нас называется упертым. Он если упрется, то, ну, очень тяжело было его как-то перебороть во мнении, в поступках. Не смог такой, можно сказать, великий спортсмен найти себя в жизни. То есть, можно сказать, что и примеров таком немало. И в нашем спорте, и в дзюдо, и вообще в спорте. Когда великие чемпионы не могут себя найти. Ну, и вот Гриша, к сожалению, это был один из печальных примеров этому. Перед тем, как ему завершать спортивную карьеру, он произнес такую фразу. Сейчас я работаю на имя, а потом имя должно работать на меня. Очевидно, он после завершения спортивной карьеры считал, что ему не надо прилагать никаких усилий. И достаточно ли только сказать, что я Веричев, и этим все сказываю. Поразительно, как порой быстро и неотвратимо, находясь в плену обстоятельств по воле рока, исчезает то, чем природа так щедро одаривает людей сильных и гордых. 96-й год. Первый турнир на призы Григория Веричева. Два года спустя. Съемки на этом же турнире. 2000-й год. Веричев в аэропорту встречает челябинских олимпийцев Макарова и Степкина. Год 2004-й. Торжественное открытие Центра учебной олимпийской подготовки под дзюдо Челябинской области. 2005-й. Стадион Центральный. Открытие летней спартакиады учащихся России. Год 2006-й. Апрель. Веричев обращается к участникам своего традиционного турнира. Последняя съемка при жизни. Конец мая 2006-го года. Прощание с Григорием Веричевым. Совсем немного он не дожил до своего 50-летия. А вообще, по большому счету, не каждый человек выдерживает испытания славы. Не каждый человек. Не судьба с ним. Это очень жаль. Печально. Как в прежние добрые времена своей юности, они собираются здесь, в этом старом Динамовском зале. Переступая его порог, они уже не убеленные сединой ветераны. Ни руководители предприятий или спортивных клубов. Ни служащие или бизнесмены. Они, как и раньше, ученики знаменитого учителя Харисы Исупова. Дружная, сплоченная Челябинская школа джидо. Образца 70-80-х годов. И старый тренер вновь выстраивает их в шеренгу, как выстраивала тогда, почти 30 лет назад. Только нет уже в этой шеренге их любимого Гриши Веричева. Но память, память о выдающемся мастере останется навсегда. Она сохранится и здесь, в этом старом зале, и в истории города, области, всего мирового спорта. И в скульптуре, что установлено перед Центром Олимпийской подготовки в Челябинске. Память жива и в этом маленьком зале 153-й средней школы, где тренирует ребятишек Артём Веричев. И, конечно, здесь, на традиционном турнире памяти чемпиона мира, четырёхкратного чемпиона Европы, бронзового призёра Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта СССР Григория Веричева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова